друзья всем привет сегодня у нас на обзоре subaru forester так вот какой сейчас 2013 15 год 135 год получается у нас 2015 уже идут интересные вот такие фары с галогеновыми этими такими то есть он светится машина в черном цвете есть противотуманки есть у нас фары которые омыватель фар омыватель фар очень кстати ну не знаю бесполезная функция у меня вот была машина крышки подлетали вот такие крышки новые одна крышечка примерно стоит в районе 1500 рублей ну можно взять буш на если там рублей даже по 300 с внешней стороны машина кажется немного высокой да вот действительно клиренс у машины вот у этой ну сантиметров 15 точно есть может быть и 20 и у нее заметьте еще в чем фишка да вот это короткие свесы то есть короткие свеса что сзади что спереди что вот сзади тоже в принципе на высоко вот сейчас покажу вот так вот фирменное оригинальное литье subaru 5 лучевое да получается ручки у нас вот такие идут поняли да поворотники повторители в ушах у нас имеются рейлинги но рейлинги я не знаю у меня вот на одной машине были пацаны я честно говорю ни разу не пользовался но некоторые устанавливают на них боксы такие я не знаю как по-русски называется пия вот это вот фирма такие овальные кейсы как такие типа багажники короче на крышу то есть и лыжи на них возят и просто пенал слова пена вот еще их пеналы кто-то называет и возят них там хочу угодно может там топор положить пилу на дачу поехать там я не знаю что хотите короче то есть в принципе все что еще очень сильно мне нравится именно в этом форестере да это год 15 даже subaru импреза тоже с 15 года они сделали сейчас зеркала не вот здесь то есть а перенесли их вот сюда на дверь то есть чтобы здесь место не было мертвой зоны да соответственно это тоже в принципе для безопасности для обзорности очень удобно цена машины если кого интересует 1 миллион получается 350 тысяч в принципе цена неплохая неплохая может быть даже чуть-чуть еще сделают скидочку ну тут уже сами смотрите если честно если честно выглядит вот ли машина на эти деньги да ну не знаю честно говорю вот на миллион пятьсот точно не не выглядит но на на твердый лям на твердый лям она выглядит может быть еще она добавляет солидности вот такой какой-то брутальности что черный цвет да я бы если честно вот этот хром вот этот хром эти смешные усики какие-то я называю это женские усики смешная такая штучка да я будет исчез на этот хром бы в черный цвет бы перекрасил и машина бы смотрелась бы агрессивней и может быть еще поставил вот сюда такое есть накладка я не знаю как называется фирма какая делает но тоже из фирменная subaru вот на форестере sg каком-то пятом вот такие где квадратный бампер там она тупо так чик идет в принципе 5 дверей 5 дверей да вот по расходу ну по расходу ребят я не знаю честно скажу ну литров ну литров до 12 до 12 до по по трассе мне кажется легко до 10 до в городе все-таки мне кажется может быть это будет литров наверное ну 15 литров 15 пацаны точно будет в принципе вот сейчас я попробую машину открыть так вот ключи два ключа у меня комплект вот я открою машину да вот сразу когда вот дверь открываете вот послушайте как закрывается принципе закрывается классно то есть звук закрывания двери приятный дверь сама тяжелая и что еще мне очень сильно нравится вот у меня так было на инфинити получается двери когда вы ну вот дверь да вы ее на всем протяжении открывания там вот двери здесь где петли есть такие шестеренки то есть вы чуть-чуть дверь открыли она зафиксировалась еще открыли еще она зафиксировалась то есть допустим если вы открываете дверь а ветер дует и она обратно на вас отыгрывает и вас ударяет то есть такого ну здесь уже не будет на самом деле это очень удобная функция дверные карты сделаны из пластика пластик обычно я не сказал что он какой-то супер качественный но обычный простой пластик как на всех машинах здесь у нас есть такая вот ручка здесь большая ручка да то есть принципе сейчас ключ положу принципе вот так вот брать удобно то есть вот я взял своей рукой в принципе брать удобно ну то есть она не и не толстая и него чуть-чуть толще уже было было бы неудобно и чуть-чуть тоньше тоже знаете когда тонкие ручки как-то рука не так себя чувствует то есть принципе удобно можно сюда захлопать в двери у нас установлены и динамики получается и здесь у нас идет пульт управления до дверной карты здесь у нас открыть заблокировать стекла то есть если вы хотите чтобы дети не паниковали не выпрыгнули в окошко то нажимаете здесь у нас естественно открыть закрыть здесь вверх-вниз все на автоматических стойках и регулировка зеркал также сложить зеркала ну честно скажу вот у subaru subaru мне очень сильно нравится руль руль очень классный в принципе ну не знаю руль мне очень нравится руль у нас тут я чуть-чуть сяду в машину да вот руль у нас здесь subaru в этом есть кнопочки есть у нас здесь круиз-контроль я так понимаю сидрайв с ай а это или intelligence режим то есть это без буста с это спорт то есть более машина становится агрессивная также здесь у нас есть под рулевые лепестки переключателя вот давайте много на брызгают вся туда-сюда в принципе вот я сел за руль до принципе сидеть удобно сидеть удобно извиняюсь что я шмогеносом потому что прохладно да снимаю сегодня ребят извиняюсь за качество видео снимаю 60 fps но снимаю на телефон новый huawei p9 я купил телефон мне то есть муж сказать подарили вот и вот я на него снимаю по что камеру забыл не планировал тест-драйв чисто вот заехал тут поболтать в гости шилдик subaru вот это да вот честно говорю вот этот звезды они как бы выпуклый я не знаю как это сказать то есть когда рукой будешь это не просто наклейка такая да то есть выпуклые звезды в принципе цвет такой синенького такого цвета да здесь у нас тоже вот регулировки громкости скорее всего здесь у нас плюс-минус соответственно как на всех переключателях ну в принципе удобно то есть они такие допустим вот с этой с этого ракурса они вот так выглядят то есть там оп оп вот так хоп хоп переключаешь в принципе удобно здесь у нас есть километров 8000 оборотов и 180 километров максимальная скорость в принципе вот у нас выключение стабилизации антизаноса здесь у нас регулируется свет фар здесь у нас для с японии стоит такая приблуда эта установка на всех японских машинах это для платных дорог получается сюда платная дорога здесь также есть у нас ребят климат-контроль вот многие знаете я вот тоже такое замечал что многие люди говорят якобы якобы крутилки это все прошлый век надо тачскрин все дело да но если честно если честно крутилки это очень удобно то есть вот крут ну то есть маленькие кнопочки бывают у людей пальцы бывают большие то есть но не просто люди бывают более крупные у них конституция тела и в эти маленькие кнопочки тыкать неудобно а крутилка вот ты крутишь да и она вот каждое кручение то есть каждый раз когда она чуть-чуть прокручивается она там фиксируется шестеренка в паз то есть она ну как бы ну не гуляет то есть она вот послушайте то есть она все входит а ну нажимается кнопочки очень приятно да обогрев стекла то заднее стекло обогревать это фронт это rr вот есть у нас система какая-то вот мультимедийная то есть ну колоночки все как обычно панельки увидел затянуты в карбон в карбон затянуты в принципе в бардачке здесь коншина вот это да то есть это как сказать я не знаю для usb там aux подключать что-то еще там внутри лежит инструкция в принципе да вот сейчас я попробую это двинуться вот здесь также вот коврики вот видите subaru subaru коврики subaru вот видите коврики subaru помога вот здесь у нас тоже экран то есть навигация небольшая в принципе здесь вот она может следить сама за полосой вот это вот это скорее всего за полосой нас ли чтобы за полосу не выезжала за свою лампочки все работает вот здесь у нас есть это датчик приближения что впереди извиняюсь за изображение впереди идущая машина что дистанцию держать да вот здесь эта система на вот как бы получается эта система вот здесь вот расположена вот то есть соответственно снаружи я покажу дал вам как ну люка нет люка не да есть вот у нас такие знаю как называется от солнца козырьки да вот они так хоп 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 на такая тоже как-то была штучка не помню в какой машине давайте пластик по салону да вот в принципе пластик по салону ну пластик здесь приятнее чем пластик на двери это сто процентов да по сиденьям по сиденьям смотрите сиденье комбинированная кожа комбинированная кожа то есть здесь сиденье вообще толстый вот реально толстые сиденье с боковой хорошей поддержкой здесь у нас такой как бы объемистый 3d велюр то есть когда трогаешь это не ровный материал а такие с выпуклыми и такими штучками то есть принципе тепло да здесь у нас есть подогрев сиденья хайлоу на кнопочках все тоже x-mode это скорее всего of ну of road там внедорожный то есть такой прикуриватель в принципе ну то есть ребят машина машина вот честно говорю до потолка еще сейчас я выйду до потолка мне еще до потолка мне еще где-то сантиметров в росте 1,8 до потолка мне еще примерно сантиметров 80 ну вот как я вам и говорил то есть датчик приближения впереди идущей машине они вон располагаются вот они стоят один и второй то есть получается когда впереди идущий автомобиль приближать вы приближаетесь к машине которая впереди вас едет и достигается уже не безопасное расстояние машина сама тормозит принимает команду и также слежение за своей полосой в принципе по задней стороне по задней стороне ну не знаю но место вот я сижу сам за собой я садиться не буду потому что у меня вот ботинки грязные короче ну смысле как вы поняли что на на улице песок пыль грязь все-таки салон чистый в принципе за собой я бы сел вообще нормально то есть она максимально отодвинулся и здесь уже это здесь тоже самое 5 сидений есть у нас вот такая вот в этот штучка тут у нас такие короче подло эти самые подстаканники тоже здесь у нас под бутылочку под за всю эту тему ручки все здесь есть так ну багажник в багажник большой багажник большой в так что ребят кто хочет можете купить этот автомобиль договориться продавцом на просмотр авторынок зеленый угол пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте лайки добавляйтесь друзья в контакте комментируйте это видео мне очень приятно за ваши лайки репосты и комментарии всем спасибо за просмотр всем хорошего дня и приятных выходных